Добрый день! С вами по-прежнему доктор Шуров. Сегодня мы говорим о мифах психиатрии. Пожалуй, психиатрия — одна из самых стигматизированных областей медицины. Очень много предрассудков. Мы помним, как лечили людей с психиатрическими заболеваниями в античные времена, в Средневековье. Все эти смирительные рубашки, инквизиция, из недавнего времени карательная психиатрия. Поэтому люди, слышу слово «психиатр», очень часто надумывают, докручивают много лишнего. Поэтому я очень хочу эти мифы разобрать, озвучить. Жду ваших вопросов, что психиатры странные, я странный. Очень прошу хейтеров не стесняться. Сейчас ваша, так сказать, минута славы. Поэтому давайте пишите характеристики на меня. Это тоже очень интересно. Друзья, хочу поблагодарить вас за комментарии и письма, которые вы нам пишете. Вы часто обращаетесь ко мне за советом. Если ваш родственник страдает алкоголизмом, наркоманией, игроманией, для вас мы создали онлайн-курс от доктора Шурова для созависимых. Если вы чувствуете вину за то, что не можете помочь близкому человеку справиться с зависимостью, если чувствуете обиду за то, что он не ценит ваших усилий, вы испытываете чувство стыда, вам страшно от бессилия, от всех этих негативных переживаний, вы совсем отчаялись, то этот курс для вас. Вы научитесь справляться со своими чувствами, жить гармонично и счастливо. Вы получите очень четкие алгоритмы, пошаговые инструменты от меня и лучших специалистов моей клиники для решения вашей проблемы. Курс стартует с 10 января, продолжительность 2 месяца, переходите по ссылке в описании, количество мест ограничено. Для вас мы ведем канал на ютубе, пишем статьи на Яндекс.Дзене, не стесняйтесь, задавайте вопросы, подписывайтесь, рекомендуйте, я сам читаю все комментарии. Также бурно развивается телеграм-канал, напоминаю про две своих книги и книгу моей супруги. Покупайте, пишите отзывы, ну и конечно же рубрика интервью, она очень динамичная, интересная, если вам есть что рассказать, пишите, мы обязательно пообщаемся. Миф первый. К психиатрам идут люди психически нездоровые. Во-первых, психиатр — это специалист, который решает вопрос, кто психически здоров, кто нет. Это прерогатива одного единственного специалиста, психиатра. Вам даже невропатолог, окулист не имеет права ставить какой-то психиатрический диагноз. Поэтому если возникает проблема с психикой, вы начинаете, допустим, к психолога, и психолог вам говорит, знаешь, тут что-то тяжелое, сходи к психиатру. Ничего страшного в этом нет. Во-первых, психиатр может снять эти подозрения, или подобрать какую-то терапию, купировать вначале. Мы все, когда думаем о психически больных людях, вспоминаем каких-то шизофреников, маньяков, антисоциальные личности. Вот обязательно трэш. Я вам напоминаю, что преступниками являются только 2,5% людей с психиатрической патологией. 97% людей — это абсолютно здоровые люди, которые свои преступления планируют. Поэтому бояться надо здоровых, если возникают какие-то проблемы с психикой, та же депрессия, декомпенсированные неврозы, обсессивно-компульсивные расстройства, посттравматические стрессовые. Чем раньше вы пришли к специалисту, такая же история, как со стоматологом, тем меньше усилий и лучший результат. Если вы бегаете годами, соответственно, лечение может длиться годами. Не надо нас бояться, не навреди. Благо пациента на первом месте. Уважительное отношение. Желание максимально быстро дать результат. Никаких тут гестаповцев не сидит, которые будут мучить с порога. Второй миф. Психиатр сделает меня овощем. Я очень часто это слышу. Я даже это слышу как нарколог. Когда привозят пациента и говорят, а вы не сделаете овощем, не убьёте, как Марьянова. Я Марьянова не лечил. Эта история разобрана миллион раз. Там несчастный случай в чистом виде. Поэтому поставьте вопрос правильно. Зачем делать овощем? Человек обратился, пришёл на своих ногах, у него проблема. Мы его сделаем овощем. Естественно, он не будет пить терапию. Он рассердится на доктора. Пойдёт куда-нибудь в следственный комитет. Ну, элементарно, мы сами себе не враги. Задача – помочь. И лечение начинается. Препараты выбора. Никто никакую тяжёлую терапию не назначает. Да, если человек в психозе, у него обострение шизофрении, с бредом, с галлюцинацией, двигательное возбуждение, коротким курсом назначаются сильные препараты, которых вы боитесь, что сделают овощем. Но это в стационаре, под наблюдением доктора, купировать острую патологию. В дальнейшем человек переводится на поддерживающую терапию. В состоянии овоща он не сможет нормально функционировать. У нас получится, что лечение хуже самой болезни. Поэтому подбирается максимально комфортное, с минимумом побочек лечение. Мы на связи с пациентами, корректируем, меняем схемы лечения. Если возникает какое-то побочное действие, мы целиком на стороне пациента. И не надо придумывать. Я не крестьянин, овощеводством не занимаюсь. Для меня это фейл, это провал, если у человека ухудшилось качество жизни. Я могу сказать, что иногда случаются некоторые передозировки препаратов. Часто это люди, совершившие, допустим, на эмоциях суицидальную попытку. Вот они попадают в токсикологию, потом их переводят в психиатрию. И доктора для подстраховки, боясь брать на себя ответственность, назначают очень сильную терапию, чтобы суицидальная попытка не повторилась. Естественно, в каждом конкретном случае мы оцениваем, где-то меняем терапию под состояние пациента, если он предъявляет жалобы, что он никак не может функционировать. Где-то предлагаем психотерапию разобрать, вот эту жизненно травмирующую ситуацию, которая привела к такому решению. В общем, когда я смотрю пациентов после других докторов, достаточно профессиональное лечение. Особенно, когда человек перешёл первый раз, есть препараты первого ряда, доктор назначил, что-то не заходит. Ваша ответственность давать обратную связь. Вот мне хуже. Естественно, мы будем корректировать, мы будем менять. Нет волшебной таблетки ото всего. Иногда это подбор. Иногда это подбор и несколько месяцев. Но когда мы чётко попадаем в рецептор, мы видим очень хороший результат, другое качество жизни. Я просто предлагаю набраться терпения в этой истории. И не ждать, если тебе хуже, сразу давать обратную связь. Очень частый страх поставят на учёт. Сразу говорю, учёта такого классического, как в советское время, нет. Есть амбулаторное наблюдение в тяжёлых случаях. Есть активное амбулаторное наблюдение, когда человек совершил какое-то противоправное действие. Я думаю, все заинтересованы в том, чтобы человек опасный каждый месяц появлялся у доктора. Поэтому не придумывайте с депрессией, с неврозом. Без большой психиатрии никто на учёт не ставит. Даже в государственных с человека берётся согласие. Есть на платной основе, которые тоже нигде не фиксируют. Хотя, с другой стороны, я хочу обратиться к родственникам. Если там тяжёлая психиатрия, какие-то бредовые идеи, вот зачем ему права и оружие? Чтобы он этим воспользовался и какое-то преступление совершил? Сильно надо думать. Может быть, и не нужно оружие человеку с каким-то бредом преследования, с паранойей, потому что опыт показывают, первые, кто страдают от этого оружия, это родственники, которые его вначале покрывают, не говорят, что он перестал пить терапию, а потом пытаются перевести стрелки на врача. Вот какой нехороший врач. Но мы не экстрасенсы. Если человек не приходит на приём, не даёт обратную связь, очень сложно оценить, что происходит в плане психики. Ваша ответственность, в том числе, давать нам обратную связь, если есть серьёзные патологии. Расстройства, требующие лечения у психиатра, случаются редко. Что называется редко, но метко. Та же самая шизофрения, 1% популяции. Сейчас тревожно-невротические расстройства. 6-7% по популяции. Цифры огромные на самом деле. Поэтому говорить о том, что редко, психиатр не требуется, качество жизни и социализация. Если человек не может нормально функционировать в семье, на работе, у него какие-то проблемы с психикой, он не контролирует эмоции. Я всегда честно говорю, ну поставьте срок, сколько вы помучаетесь. Неделю, две, три. Ну не проходит. Не восстанавливается. Может надо идти к специалисту. Ну вот у вас зуб болит, зубная боль. Сколько вы будете пить анальгин? Вы же не мазохист. Рано или поздно вы пойдёте сдаваться к стоматологу. Вот в психиатрии та же самая история. Есть психиатрические феномены, психические, которые мешают жить. Не дают нормально функционировать. Ну отдайте должное своему страху. Побегайте какое-то время с этими симптомами. Потом же всё равно придётся приходить к специалисту. Принцип, чем раньше обратились, тем легче купировать. Плюс, когда речь идёт о шизофрении, о биполярном расстройстве, там обострения очень тяжёлые. Чувак в мании может набрать кредитов, подцепить венерическую болезнь, стать жертвой преступления. Та же самая шизофрения с бредом может из окна пострелять или сбежать из дома. Дементные пациенты с распадом памяти, личности могут уйти, переписать на сиделку квартиру, ещё что-то. Знаете, сколько вот судебной психиатрии, когда нам приходится восстанавливать истории болезни, писать для суда, что человек был невменяемый, который своё имущество раздал первым встречным. А родственники не интересовались его жизнью. А потом вдруг выясняют, что он женился на сиделке, всё ей отписал неожиданно, одним днём. Доктор, спасите, помогите. Сразу надо идти. История болезни, план лечения, признание недееспособное. Вы прикрыты со всех сторон. Не надо бояться психиатров. Мы не злодеи, никому вредить не хотим. Вот это самая неприятная стигма. То, что все психиатры сами с проблемой, с головой не дружат. Я надеюсь, что я на вас не произвожу впечатления неадекватного человека. И ещё они вредители. Только приди. Или овощ, или ещё что-то. Квартиру заставят на себя подписать. Ну, абсолютно необоснованная вещь. У нас такая же этика. Очень жёсткая. Я первую волю доктора, который какую-то этику нарушит. Ну, у нас такие и очень давно не встречались. Другой крайностью является признание, что психические болезни неизлечимы. Да, действительно, встречаются такие хронические процессы. Та же самая шизофрения. В ряде случаев прогрессирующая форма. Без лечения человек в дефект, в инвалидность выходит гораздо быстрее. Качество жизни совсем другое. Это обязательно должен быть какой-то приглядывающий родственник. При нормальном лечении человек сам себя обслуживает, опасностей не представляет. Все остальные состояния можно перевести в стойкую ремиссию. Депрессия прекрасно лечится. Иногда сочетанием психотерапии и антидепрессантов. Невротические расстройства большей частью мы вообще стараемся купировать через психотерапию, через работу с тревогой. Поэтому это неправда. Если вы боитесь врачей и хотите обосновать то, что вы не решаете проблему, конечно, можно поддаться этим мифам, накрутить. Это ничего не лечится, никто не поможет. Но дайте нам шанс помочь. И вы увидите разницу, какое качество жизни до визита к психиатру и какое после. Дорогие хейтеры, обязательно напишите, что вам стало хуже после визита к психиатру. Это очень важно. То, что вы, скорее всего, не ходили, но нацепляли истории. И вот поддерживайте своё нежелание не решать проблему. Поэтому пишите с удовольствием, врачи-убийцы. Тебя только деньги интересуют. Ты вообще не доктор, а телезвезда. Я очень люблю это всё читать. Не держите это в себе. Очень распространённая идея, что можно справиться самостоятельно. Смотрите там предыдущие пункты, что, пожалуйста, поставьте себе срок, за который вы справитесь самостоятельно. Если нет, то идите к доктору. Действительно, есть методики ауторелаксации. Можно почитать специальную ритературу, взять определённые упражнения, вести эмоциональный дневник, работать с тревогой. Есть миллион методик, есть видеокурсы. Если вам неудобно ходить, можно по онлайну заниматься со специалистом. Варианты самые разные. Но критерий — результат. Мы попробовали самостоятельно, не проходит. Не проходит, значит, идём к специалисту. Вы же самостоятельно себе зубы не лечите или аппендицит не оперируете. Здесь та же самая история. Шесть лет — общая практика, два года — психиатрия. Люди восемь лет учатся и потом всю жизнь получают опыт. Наверное, всё-таки стоит нам поверить, что мы эту проблему можем решить лучше. Самое распространённое, пожалуй, то, что меня всегда удивляет, это подозрение, что человек, приходящий ко мне с проблемой, подвергнется ещё какому-то воздействию от меня, что я ухудшу его состояние, что я как-то заинтересован госпитализировать пациента без серьёзной патологии, назначить тяжёлую терапию. Люди искренне считают, что вот сейчас придёт, доктор выпишет какие-то тяжёлые нейролептики, желательно галлоперидол или аминозин. Это вот такая история, которая ходит в списках, что вы меня подвергнете карательной психиатрии, сейчас придут санитары, свяжут ещё чего-то. Это всё крайности. Ничего это не применяется. Вот фиксация пациента, это достаточно быстро развиваются пролежни. Это постоянно за ним нужно следить. Это памперсы, ещё что-то. Вот одно глупое решение ведёт за собой огромный шлейф проблем. Более того, этот человек рано или поздно выпишется, и, соответственно, первое, что он сделает, у него возникнет искреннее желание нас наказать, и он приложит максимум усилий, чтобы это случилось. Пожалуйста, не придумывайте. Не идите с таким страхом, когда в кабинет заходят, глаза по полтиннику, трясутся, не могут сформулировать, не надо придумывать. Я всегда на вашей стороне, и любой нормальный доктор на вашей стороне. Вы пришли с проблемой, мы хотим эту проблему решить, а не усугубить. Я перечислил не всю часть мифов, это отдельная история на два часа, поэтому добавляйте, с какими заблуждениями сталкивались вы, делитесь своим опытом. Может быть, всё-таки кто-то прям реально пострадал от психиатров. Очень интересно было бы разобрать эту историю. Я всегда таких людей приглашаю на интервью, ну, чтобы понять ход мыслей доктора, насколько ПЦМ был лоялен лечению, что там случилось. Да, вот часто, когда родственники настаивают на лечении, они специально это делают, в это время там квартиру на себя перепишут, ещё что-то. Миллион страхов. Особенно у пожилых пациентов, когда деменция начинается, можно очень хорошо помочь. Они вот бегают, сопротивляются, капризничают, отказываются пить таблетки и достаточно быстро выходят в слабоумие. И тогда уже едут в интернат. Без вариантов. Хочется закончить определённым лайфхаком, как правильно выбрать специалиста, на что обращать внимание. Ну, конечно же, на отзывы, на репутацию доктора. Если есть какое-то сарафанное радио, человек полечился успешно, конечно, доверие возрастает. Если ты приходишь на приёмы, какое-то внутреннее сопротивление, сомнение, ну, получи альтернативную консультацию. Не надо считать, что это истина в последней инстанции. И не врать на приёме, не преуменьшать, не пытаться казаться лучше. Вот всё, как оно есть, я это сравниваю отчасти с исповедью. Чем больше расскажешь, тем лучше будет понимание у доктора картины. Хотя я искренне сочувствую всем государственным психиатрам, где 20 минут на приём, из них 10 минут заполнения соответствующих формуляров. Нам попроще. Здесь я могу тратить на пациента столько времени, сколько требуется. Мало часа, ну, значит, буду дольше заниматься. У меня такого жёсткого тайминга нет. Если у вас остались какие-то вопросы или примеры интересных мифов, истории, пишите. Мы относимся к этому с вельчайшим интересом. Давайте сделаем этот мир лучше. Бесконечно любящий вас доктор Шуров. Редактор субтитров А.Семкин